МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер игр КВН, торговая марка Киткат. Есть перерыв, есть Киткат. Официальный партнер игр КВН, девелоперская компания Мурат Билдингс. Мурат Билдингс. Мы строим счастье. Официальный партнер КВН и спонсор главного приза, торговая марка Редтак. Редтак. Всегда модно, всегда доступно. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие зрители. И вот уже в четвертый раз я с удовольствием это произношу. Добрый вечер, дорогие телезрители. КВНовский сезон докатился до своего экватора, до своей половины, до 1-4 финала. Именно эта игра и делит команды на команды, прошедшие в полуфинал и, возможно, в финал. Ну, так сказать, успешные команды. И на команды, ну, тоже успешные, но не прошедшие именно этот тур. Не буду дольше тянуть. Скажу очень просто. Ташкент. Лето. Сезон КВН 2017. Мы начинаем КВН. Сезон КВН 2017. Сезон КВН 2017. Сезон КВН 2017. Сегодня на этой сцене будет выступать 5 команд. 5 команд, которые разыграют целых 3 путевки в полуфинал. В следующей игре выступит еще одна пятерка и тоже разыграет 3 путевки в полуфинал. Ну, а, возможно, наша уважаемая жюри решит, что одна или две или больше команд составит этим 6 компанию. Ну, а пока очень хочется представить те команды, которые сегодня стоят на этой сцене. Ну, давайте скажем честно, на самом деле новички и дебютанты уже не кажутся такими дебютантами. Безоговорочные фавориты уже не кажутся такими безоговорочными фаворитами. Одна четвертая финала. И первыми я хочу представить команду, которая до этой стадии действительно добралась впервые. Дебютант одной четвертой финала. Команда КВН БИЦ. Следующая команда уже имеет за собой опыт участия в одной четвертой финала высшей лиги. Команда КВН Дорэмикс. Представляя следующую команду, я уже несколько раз говорил, что команда представляет, наверное, один из самых КВН-овских регионов нашей страны. Команда из города Заравшана. Летс гоу! Ну, своеобразный, нетривиальный взгляд на юмор. Команда КВН Джин. Ну, следующим товарищем опыта не занимать. В прошлом году, да и в позапрошлом играли высшие лиги. В прошлом году успели добраться до финала. Более того, успели стать чемпионами высшей лиги КВН Узбекистана прошлого года. Команда КВН «Лайк». Ну, команды, стоящие на сцене, представлены. Есть еще один непосредственный участник действия. Поспешу представить тех, кто сидит в зрительном зале. Ну, пожалуй, не всех, а только членов нашего уважаемого жюри. Давайте начнем так же, как и всегда, старейший член нашего жюри – Фуркат Махмуд Хаджаев. Здесь я, помятуя об одной восьмой финала, сделаю маленькую паузу, скажу, что точно не забыл. Самый красивый член нашего жюри – Ольга Саипова. Ну и дальше, короткими прилагателями, самый интеллектуальный член нашего жюри – Азиз Юсуфов. Уважаемый член нашего жюри – Анвар Юлдаши. Здесь придется чуть дольше, несмотря на то, что это самый критически настроенный, но самый любимый, во всяком случае, командами член нашего жюри – Дмитрий Артыков. Ну и самый позитивный член жюри – Алишер Халдаров. Официально традиционные процедуры соблюдены, осталось только одно – ни пуха вам, ни пера. Начинаем! Ну что ж, пора переходить к сути действия. На самом деле, одна четвертая финала – достаточно стандартный набор конкурсов. Не буду долго томить. Сыграем мы сегодня стандартный конкурс приветствия. Сыграем мы сегодня любопытный, на мой взгляд, конкурс биатлон. Точнее даже мы сыграем триатлон. Ну, о том, чем они отличаются и что это такое, расскажу чуть позже. И сыграем музыкальное домашнее задание. На самом деле, почти всем известные классические конкурсы. Начнем так же, как и всегда, с приветствия. Ну, наверное, о правилах говорить по большому счету нечего, потому что конкурс хрестоматийный, правила простые. Максимальный балл – пять баллов – приветствия. И начнет приветствие гости из города Заравшана – команда КВН «Летс Гоу». Мы что, столица, кончнем? Не слышно! Собрали чемодан дорога в Ташкент. Золотые пацаны, Заравшан, Сексис. Жаркое лето мы добавим паспио. Узбекский юмор с русским колоритом. Если вы готовы, будьте с нами, Не передать им отцы словами, Это лето будет в Укаре, В Кавы и Немы, как в Нирване. Привет, Ташкент! Слава Леку! Ислам, ты чё опаздываешь? Почему ты уставший? Я бегал. Почему бегал? Я ужинал. Ну понятно, зачем надо было бегать? Я бесплатно ужинал. О, у нас в команде девушка. Кстати, у нас в команде новенькая. Знакомьтесь, ее зовут Фериде. Ой, Ислам. А где мое кольцо? Извините, это мои старые привычки. Эй, уроды! Эй, Ислам, может, are you ready? Да! Are you ready? Let's go! Сука, макатонсис! Друзья, ля! У нас в Зарошане открылась новая собственная киностудия Со своими спецэффектами. Давайте посмотрим. Дубль первый, кадр второй. Ты принес мои две тысячи доллары. У меня нет таких денег. Ты сам решил свою судьбу. Нет! Сколько нас повторит? Иди, принесите. Двигаемся дальше. Парни делают все, что понравится девушкам. Девушки не исключение. Смотрим. А следующий случай в узбекской семье вы никогда не увидите. Папа, пап, я беременна. Случай в темном переулке. Что, малой, проблемы? Нет, брат, все нормально. Иди. Эй, это ябра! Ябра! Это ябра! Ябра! Эй, клоны, вы что издеваетесь, а? А следующую ситуацию можно встретить в узбекской семье. Папа, папа, они согласились засватывать? Давайте представим себе криминальные парни у себя на районе. Короче, я иду. Одного. Нееееее! Помогите! Чего? Это плохо, помогите! Я подпишу! Я все подпишу! Ребята, успокойтесь! Это просто скорая. Да ну ладно! Да, молодец, красота! У каждого из нас есть именно такие друзья. Смотрим. Это, давай быстрее, опаздывай. Хорошо. О, ребят, привет! О, салам алейкум, как дела? Как дела? Ребят, мы опаздываем. Пока, ребят! Давай увидимся. Давай, Сардорджи, увидимся, ребят! Друзья, Лар, представьте себе, оператор, который 15 лет снимал свадьбы, случайно попал на оперативную съемку. Смотрим. Идемте дальше, эй! Ну и рассказывай, как это все было. Ну, короче, я тут стоял, он здесь сидел. Эй, подождите! Вот, руку поднимите, пожалуйста. Да. Вот так держите. Ну, шутник, продолжай. Короче, он ко мне подошел и... Эй, подождите! Извиняюсь, что-то не хватает. Сердечко делайте, пожалуйста. И улыбайтесь, что-то как хмуре. Улыбаемся, улыбаемся, весело. И что дальше было? Ну, у меня были нервы, здесь камень лежала. Эй, подождите, вот. Эй, ты что сделал? Это последний оператор был, где я нашел. Он надоел меня уже. Ну и в завершении, поднимите, пожалуйста, дорогие зрители, правую руку. Просим, поднимите, разведите пальцы, пожалуйста, раскройте пальцы. Уважаемые жюри, когда будете выставлять оценки, обернитесь назад, пожалуйста. Команда КВ, let's go! Ваши аплодисменты. Команда КВН, let's go! Представляет новоистский горно-металлургический комендат, город Заравшан, ну и дом культуры «Золотая долина». А мы идем дальше и следующий конкурс силами команды КВН «Битс». Команда КВН, let's go! Так, так, стоп, стоп, стоп. Умит, твой танец, вот это вот как будто взяли творог и в вентилятор кинули. Вот вообще непонятно. Алло, сам ты страшный. На себя посмотри. Да ты такой же. Фарух, а кто это был? Да, мой брат-близнец. Ну что, соскучились? Да-да, вижу, что нет. Поэтому перед вами немного странная, но очень веселая команда КВН «Битс». Поехали! Еще раз привет. А первая наша миниатюра посвящается всем тем индивидуальным личностям, которые, называя пин-код от карты, говорят не 4 единицы, а 1111. В последнее время участились случаи, когда люди прыгают под колеса автомобиля. Итак, представьте, на обычной ташкентской дороге. Я прыгну, я прыгну! Самвейл, подождите, на Китае отыграемся. Да бессмысленно, ребят, пробовали! А сейчас обычный... Уметь, подожди! А вы никогда не задумывались, почему тараканы разбегаются, когда вы включаете свет? А я вам скажу, почему. Это разбегаются тараканы-девушки, просто они еще не накрасились. Продолжай, уметь. Случай в кабинете у логопеда. Эй, закрыто? А, наверное, домой ушел. Итак, дома у логопеда. Что значит не хочу быть логопедом? Ты понимаешь, твой отец был логопедом. Муж твоей матери был логопедом. Сын деда был логопедом. Бродядя был логопедом. Вообще-то это все ты. Ну, главную мысль ты понял. Будешь логопедом? Не, не хочу. Ну, вспомни свое первое слово. Реструктуризация. Будешь логопедом? Да не, не хочу. Слушай сюда, бездомный. Прошу прощения, вперед забежал. Слушай сюда, сынок. Если не будешь логопедом, завтра же пойдешь вон из дома. Так, так, стоп, стоп, номер. Шахром, почему именно ты играешь логопеда? Понимаешь, как бы тебе сказать? Вот это то же самое, что зеленый чай и порошок. Это то же самое, что Игорь Александрович и стул. Понял, ребят. Не твое это, не твое. Не твое. А здесь должно было быть интервью с сотрудниками скорой помощи. Но так как они опаздывают, мы продолжаем. Друзья, наверное, многие из вас знали мост на первушке, который снесли, а теперь строят один в один такой же. Итак, представьте, Ташкент, 2020 год, где-то на Хамзе. Друзья, короче, вот тут рельсы вот так кладем. Ага. И провода для трамвая. А, точно. А еще можно эти вернуть, как их? А, заборы на дорогах. Да, заборы на дорогах можно вернуть, точно. Слушайте, а что делать с гостиницей Чарсу? Может, ты же ее снесем? Давай снесем, а. Деально, она вообще не... Итак, представьте... Умит, подожди. Дота 2, Counter-Strike, GTA. Спасибо за мой английский. Продолжаем. Итак, представьте, лилишки, которые грабят банк. Бер, Бер, Бер. Дамы и господа, мы с вами находимся на знаменательном событии. Имена команда КВМ Битт со стены КВН сказала тысячную шутку про лилишку. Сэнкью, Маза. Сэнкью, Фаза. Сэнкью, Гад. Нам так приятно получать этот золотой Бер. Подержи. Скажите, тяжело ли вам далась эта роль? Да. Мне месяц пришлось жить среди лилишек. У меня стерлись отпечатки пальцев на правой руке. У нас появилось 300 наших, не наших детей. А еще я понял, что можно всю жизнь прожить, зная только одну фразу. Да, 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 интересно. Но наши зрители интересуются, почему именно лилишка? Почему не утренний плов, не артель, не в конце концов футбол? Не, ну так-то есть миниатюра про гаишников. Хотите, покажем? Конечно. Итак, представьте. Гаишник, который остановил водителя в нетрезвом состоянии, без ремня, без лобового стекла и с разбитыми фарами. Старший миллионер Жданов. Что это за звание такое? Это не звание. Это статус, который мне ты сегодня обеспечил. Молодой человек, что вы себе позволяете? По-моему, я себе ничего лишнего не позволяю. Дамы и господа, прекраснейший вечер! Сразу два юбилея! Тысячная шутка про гаишника! У нас еще есть про футбол. Не-не, три юбилея на сегодня многовато, заканчиваем. А закончить? А закончить хотелось бы словами продавца с Чорсу. Семь раз померь. Один раз купи что-нибудь, брат, хотя бы джинсы или туфли, что-нибудь вообще. Перед вами была команда КВН Битс. Спасибо! Ваши аплодисменты команда КВН Битс. Следующая команда, еще одну попытку убедить зрителей, ну и жюри в своем чувстве юмора, сделает одна из самых музыкальных команд нашего клуба. Приветствие, команда КВН Дорэмикс. Дорэмикс. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует самая музыкальная команда КВН Дорэмикс. Стопэ! Мы же нового командника не представили. Какого еще новенького? Секундочку. Александр? Так, слушай сюда. Здесь не может быть два корейца. Или ты казах? Вообще-то я Пак. А я Ли? Эй, Пак Ю Ли! Сок! В этой команде будет только один красивый кореец. Блин! Теперь еще и красиво корейца искать. Так, слушай. Слушай сюда. Давай не буди во мне питбуля. Они теперь еще и породистых едят. Так, женщина, помолчи. Я настолько кореец, что когда я ем перец, я макаю его. В перец! А я тот кореец, который вырос в узбекской махале и на слова, ассалам алейкум, отвечает. О, алейким, ассалам, окей, ашимы, стизимы, адахос хорама. Чунди-ма! Вау-вау-вау! Все, 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 я все понял. Че, реально понял? Тогда помоги мне, переведи, пожалуйста. Хватит! Ужоба, вернитесь в команду. Ну ладно, ладно. Ес! Все по плану идет. Если так пойдет, через два месяца станет корейская сборная. Че он сказал? Приветствие, начинаем, говорю! Дамы сак, не похожи, есть боксер, бабник тоже, два корейца и спокойны, нас корейцы запомни. Так, стоп, ребят! Ну что происходит? И ты на мое место метишь, что ли? Да на твое место три таких, как она, поместятся. Так, ребят, сегодня в зале мой парень. И, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте сегодня без этих ваших шуточек. Что я ведусь на коптиву, что целовалась на первом свидании. Все, поняли, поняли. Дорогие друзья, ознакомьтесь, это Александра. Она ведется на Матисс и целуется без свидания. Так, тихо, тихо, тихо. Я вижу, назревает конфликт. Я разрежу обстановку. Юрчик, объявляй. Песня про случай в парке. Смывая выше елей, летим с тобой туда. Китайские качели. Так, стоп, Алишер! Ну подожди, я еще не закончил. Так, стоп, Алишер! Вот теперь закончил. Встань на место, что тут происходит вообще? Друзья, в свете последних событий я вот этому Навальному навалял бы вообще. Да, да. А я Собчак насобчачил. Дорогие друзья, это Соха. И он просто помешан на боксе. Его интересует бокс, кикбокс, тайбокс, полубокс, битбокс и баксы. Просто наш Соха думает, что баксы пишут через О. Ну как вы поняли, на Сохе надежды нет. Саня, может ты нас выручишь? Легко, Юра, объяви. Песня про ночные похождения. Бургеры в моем животе, это любовь к идее. Так, Саня, к чему ты клонишь сейчас? Ну, им не спрятаться, не спрызаться. Вы что, сговорились все? Стань на место! Слушай, Юра, а как тебе вот эта девушка, а? Не, она, конечно, симпатичная, но у тебя с ней ничего не получится. Это потому, что я боксер, а она блондинка? Нет, Сох, потому что ты боксер, а она Мерлин Монро. Юра, знаешь, ты мне вчера приснился? Я думаю, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Конечно, пора перестать читать баранов перед сном. Юра, слушай, а если цветочку куплю, а? Сох, поверь мне, там вообще без шансов. Так, ребят, на днях мы с парнем ходили в китайский ресторан. Ого! Нам принесли все самое вкусное, нам принесли блюда и китайские палочки. Ну и к чему ты клонишь, я не понял. Ложка моя, я по тебе скучаю. Так, стоп! Господа! Ооо! Позвольте маэстро продемонстрировать свой музыкальный талант. Просим, просим! Песня досмотрен на таможне. Я в тюмбе нашел абсолютно все. Соха! Для вас уступала самая музыкальная команда КВН Дори Микс. Спасибо! Для вас уступала самая музыкальная команда КВН Дори Микс. Спасибо! Команда КВН Дори Микс благодарит своего партнера платежную систему «Пойми» за оказанную поддержку в подготовке к игре. Приветствия, команда КВН «Джин». Каково триллион, трилли, трилли, триллион. Какого, 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 какого? А я не тупил, я доллары купил. Если вона пи маэлова, you can make me... Здравствуйте! Я из сообщества Потеряшки Уз. Так мы ничего не теряли. Мозги вы свои потеряли! Что вы опять творите, а? Вы не можете нормально выступить. Мы не успели. Как не успели? До одной четвертой был целый месяц. Чем вы занимались? Ну мы духовно росли. Почему вшире? Боб, я не понял. Ты почему нас так пафс наорёшь? Ой, это же наш городской мини-еди. Кстати, знакомьтесь, это Карлен. У него настолько горячая кровь, что на сдаче крови медсестра аж парилась. Да ладно тебе, Боб, но она там на себя чайник пылянула. Короче, это долгая история. Вот Карлен, вроде взрослый парень, а? Усы уже растут. А, я извиняюсь, усы растут. Там женщина стояла с усиками, такая там комша. Она, по-твоему, взрослый парень? Дебилы! Давайте начинать, пока вы меня до греха не довели. А первый наш номер посвящается всем тем людям, которые хоть раз в жизни роняли зубную пасту с зубной щётки в раковину. Ну и потом так аккуратненько обратно всё вернуть пытались. Мы сейчас будем показывать номер один. Там люди будут кричать I am William Wallace, Freedom. Ваши волосы устали? Шварцкопф. Опыт профессионалов для ваших волос. А следующая миниатюра посвящается всем тем людям, которые считают, что если после фразы поставить много скобочек, то она будет смешнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Случай в школе. Хачебурин, подойди. Ты опять курил. Родители в школу. Так ведь она электронная. Ах, электронная. Ну тогда терминатора. Стоп. Какого ещё терминатора? Не надо нам никаких терминаторов. Вы меня уже надоели. Так, быстро все пошли вон. Сашка, ты останься. Подойди ко мне, Саш. Саша, подойди ко мне. Саша, ты когда-нибудь был у психиатра? Нет, я с детства так разговариваю. Отлично. У нас случай у психиатра. Так, следующий кто там? Проходите. Здравствуйте, вы ко мне? Вы? Я один пришёл. Ну хорошо, давайте сразу начнём. В какой семье вы родились? В очень нестандартной. Это как? Ну папа музыкант, мама прораб. А вы когда-нибудь видели мёртвого человека? Не, я за это перед государством уже ответил. У вас есть вредные привычки? Ну я сижу в потребитель-юз. Были ли в вашей семье проблемы с алкоголем? Нет, проблем с алкоголем в семье не было. Когда самогонный аппарат поломался, тогда были проблемы с алкоголем. Ваше первое воспоминание из детства. Какая-то сволочь по попе шлёпнула. Стёп, я не обезьян. Я не обязан всё это терпеть. Ребят, что с вами происходит, а? У вас есть хотя бы один красивый какой-нибудь номер? Какой у села, Лебилайн? Как мне это надоело, а? У собачки зубки боли, у кошечки зубки боли, у капитана зубки не боли. Ты мне зубы давай не заговаривай! Я с вами ещё после выступления поговорю. Вы меня поняли? Давайте продолжайте! А следующий наш номер мы бы хотели посвятить всем тем парням, которые после использования зубочистки разламывают её на множество мелких кусочков. Случай в цирке. Так, все быстренько собираемся на нашей планёрке. Две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в очередной раз освободилась место укротителя-аллигаторов. Ну и есть плохая. Нам придётся поменять абсолютно весь репертуар. И начнём мы с вас, бородатая женщина. Карлен, стой! Я ошибся, идём обратно. Вот у тебя есть номер медведя на велосипеде. К номеру претензий вообще нету. Куда медведи деваются после выступления? Ну так мы-то их ездить научили, а останавливаться нет. Значит, нужно научить останавливаться. Где этот укротитель питонов? А его нет. Он через полгода только выйдет. Странный вы какой-то всё-таки укротитель. Клоун! Идите сюда. Вот это вот, вот это вот я нашёл в бухгалтерии. Хватит сувать свой нос в бухгалтерию, клоун! Стоп, ребята! Что вы опять творите, а? Ну что происходит? Ребят, надо быть немножечко, я не знаю, серьёзнее, что ли. Давайте заканчивать. С вами была команда КВН-ЖИН. Самая серьёзная команда. Команда КВН-ЖИН благородит своего спонсора, студию флористики Илья Бутон. В лице директора Багировой Марины Геннадьевны. Ну что, ну и поставить точку в нашем приветствии команда КВН-Лайк. А команда КВН-Лайк на прошлой игре потерпела своё первое поражение за последние два года. Поэтому сегодня у нас настрой соответствующий. Мы сегодня готовы, как никогда раньше. Да! Мы прям мощнейший коллектив. Да! Мы прям машина юмора. Брум-брум! Всё плохо. Хотя, ребят, посудите сами, чё мы ноль? Мы же всего лишь на ноль одну проиграли. Вот Игорь Александрович два часа в чилю, в пиджаке стоит и не ноет. Братан, его народ сорок лет по пустыне ходил. Для этой технической группы два часа жары — это ничто. А для нас поражение — это обидно. Остановитесь! Ребят, во всём же надо искать плюсы. Вы понимаете, команда не может стать чемпионом, если не вкусить горечь поражения. Походу, у нашей сборной по футболу какой-то очень длинный путь к чемпионству. Да, конечно. Поэтому мы будем зажигать! Воу-воу-воу-воу-воу! Я не понял, почему, когда в команде есть центр с лишним обаянием и харизмой, говорит 45 килограмм убожества? Воу! Макс, вообще-то я действующий лучший актёр КВН. Ты лучший актёр? Да, мне даже золотой болт дали. Их что, сейчас из жалости раздают? Что, разобраться хочешь? Давай, разобраться! Дорогие друзья, впервые в панораме битва актёров. Не родственников режиссёров, а реальных актёров. В левом углу ринга двукратный, я повторяю, двукратный зум у его камеры. Хумаюн Хашимик. В правом углу ринга будущий лучший актёр театра Ильхом. Почему? Потому что не стремается ходить голым даже на людях. Я такой! Максим Братухин! Ну что ж, Кумаюн, отыграй влюблённость. Дорогая, я люблю тебя. Отыграй узбекскую влюблённость. Дорогая, я люблю тебя, но мне надо к жене. Прости пока. Воу! Максим, отыграй попрошайку. Бер, бер, бер. Отыграй трудоустроенную попрошайку. Старший джан Тухтаев, ваши документы. Воу! Смотри и учись. Красавчик! Команда ТВ Лайт! Поехали! Ну а спонсор нашей пирамиатюры Экопарк. Она ещё не готова, но мы всё равно её покажем. А в парке сразу становится понятно, какая из парочек встречается дольше. Ну и как тебе? Не. Так себе, да? Ну что ж, друзья, начался купальный сезон. Я уже вижу, как все девушки ходят в купальниках, мальчишки в плавках. Ну, хумын, как все дети, голеньким. Э! А у нас узбекский муж на час. Ассаламу аликум. Узбекского мужа на час вызывали? Ой, да дома бардак. На улице вообще кошмар. Посуда грязнющая. Сейчас ссоришьим. Приступим. Давайте скорее уже. Ой, шпыр холене! Ой, чё розыне, а? Ой, работает? Чего работает? Давай полной посуду! Ну, а спонсором КВН недавно стал Артель. КВН и Артель. Смешная игра, смешная техника. А у нас случай с шиномонтажки. Чё ты опять вышла? Да меня бесит, что в команде только парни главную роль играют. Ну, извини, мы вообще-то мужская команда. Дэээ! Ага, хоббит, дрыщ и лох. Уэээ, чё происходит вообще? Да чё так напряглись? Это у нас всё прохумаюна. Да заткнись. Селли, Селли, ты успокоишься. Ты вообще заткнись. Ты когда в предложении больше трёх слов ничего не понимаешь. Кто я смотрю? Раз, два, три. А чё на сто раз не отожмёшься? Оожмёшься, отожмёшься. Селли, ты пойми, мы не даём тебе много ролей, чтобы тебя парень не риновал. Вообще-то у меня нет парня. Это как понять, у тебя нет парня? Вот так вот нет, ты кто такой? Я просто удивлён, что такой симпатичной девушки и парня нету. Так вот, Селли, мы всё-таки мужская команда. Да! Хорошо, тогда давайте вашей мужской команде я сыграю одну женскую миниатюру. Ну, пожалуйста, прошу. Ведущая новостей забыла, как заканчивать эфир. В результате ДТП 15 человек были госпитализированы, ещё 10 получили ранения средней стадии. Это были все новости на сегодня. А, рыба! Селли, 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 Катичу. Вот зачем тебе это всё нужно? Ну, я очень хочу стать мисс КВН. Тогда не переживай, ведь твоё актёрское мастерство, оно как волшебство. Его не существует, так что иди не мешай. Ну, а в последнее время участились проверки в медицинских учреждениях, и самые находчивые главврачи готовятся к ним заранее. Итак, в местной поликлинике. Так, 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 проверки, всё готово? Всё! Отлично, давайте пройдёмся по списку. Что у нас по больным? Больных нет. О, отличная новость! Ну, в принципе, если не даваться в патронность, как именно их не стало, то да, новость позитивная. Их главное нет, и вот это всё хорошо. Давайте, что у нас с дезинфекцией? Дезинфекция сделана! И срык! Красавчик! Ты ещё два раза по ВИП-палате пройди, чтобы всё нормально было. Не извиняюсь, а подзал... Кстати, насчёт скорой. Когда вы перестанете опаздывать, вот скажите мне. Вы нам когда машину дадите, тогда и перестанем опаздывать. Ты чё, гонишь? Наша больница живёт на то, что мы даём в аренду эту машину таксистам. Да, 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 точно. Так, не дай бог узнает, что у меня в больнице была от всех родственников уволю. Пап, ты чё? А я не надо? Та гони, мы дос. Бодя, чё за дела? Окей, окей, никто не уволит. Всё, всё хорошо. У нас оборудование всё работает? Да. Ну вот, давайте проверим. МРТ. В, 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 в. Вот, отлично. Вот прям хорошо. Ты все звуки выучил? Конечно. Рентген можешь показать? Рентген покажу, но потом. Нет, нет, потом, давай, давай. У нас в больнице нет ни одной медсестры. Я просил найти новых. Вы нашли? Конечно. Заходите. Вот это мне нравится. Да, то главное, чтобы проверка в уровне приехала, а то каждый следующий час сильно бьет нам по бюджету. Да, это всё фигня. Всё, девушки, идите, вы свободны, вы свободны, вы свободны. У меня к вам вопрос. Что у нас с вип-палатой? Вип-палата готова. Я свои вещи забрал два дня в отеле, переживу, нормально всё будет, да. Хорошо. А что у нас с лекарствами? Всё, отлично. Что, у нас все лекарства есть? Нет, есть одно, но от всех болезней. Какое? Ха. Котч, блокет, блокет, котч. Короче, всё понятно, не пройдём мы эту проверку. Почему? Почему? Да вот пока бесплатная медицина будет дороже платной, ничего хорошего в наших больницах не будет. Пацаны, походу, проверка пришла. С чего ты взял? Там 10 пацанов-милиционеров без шапок стоят. Это летс гоу, дебил, что ли? И в конце хотелось бы поделиться новостью. Вот буквально вчера, и это чистая правда, Азадбек Назарбеков стал директором трёх каналов. И это единственный директор телеканала, которого можно заказать на свадьбу. Да. С вами была самая озорная команда КВЛАК. Спасибо. Ваши аплодисменты, приветствие, команда КВН, лайк. Собственно, имеет смысл дать чуть-чуть времени жюри подготовиться к выставлению оценок. В это же самое время пригласить на сцену все команды, которые играют сегодня. Под ваши аплодисменты. Команда КВН, let's go, город Заравшан. Команда КВН, Torimix. Команда КВН, Beats. Команда КВН, Jin. Команда КВН, like. Уважаемые члены жюри, я абсолютно уверен, что оценки за приветствие, несмотря на всю сложность, вы готовы выставить. Ну, по мере выступления. Let's go. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Приветствие, команда КВН, Beats. Все судьи, 4 балла. Приветствие, команда КВН, Torimix. И здесь, 4 балла. Команда КВН, Jin. Ага. И тут, 4. Сегодня такое суровое, но единогласное жюри. И приветствие, команда КВН, like. 5, 5, 4, 5, 5, 5. Итак, уважаемая счетная комиссия, за конкурс приветствуем. Команда КВН, Torimix. Команда КВН, Beats. И команда КВН, Jin. 4 балла ровно. Команда КВН, like. И команда КВН, let's go. 4,8 балла. Ну что, следующий конкурс. Триатлон. На самом деле, триатлон, в общем, конкурс, который уже стал, наверное, тоже классическим. Он состоит из двух частей. Из классической КВН-овской разминки. И уже классического КВН-овского биатлона. Начнем с разминки. У меня здесь пять вопросов от каждой команды. Ну или для каждой команды. Там как получится. Все очень просто. Представитель команды подходит ко мне, читает. Остальные команды 30 секунд думают. Очень смешно отвечают. Еще раз. Очень смешно отвечают. Готовы. Наша уважаемая жюри коллегиально решает, какая из команд в разминке была лучше. У вас есть разлет баллов от нуля до 0,5 за разминку, как часть триатлона. Ну кто? Пошли. Как вы испытываете силу воли? Сильван, повторяй. Как вы испытываете силу воли? Я пытаюсь съесть только одну семечку из пакета. Как вы испытываете силу воли? Просыпаюсь под песню. Зизи, Мандабурку. Так. Ну и версия команды Квендор и Микс. Как вы испытываете силу воли? В нашей команде целых два корейца, а мы целый сезон не шутили про корейцев. Давайте это побыстрее. Ну, хороший вопрос. Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Люди без паспортов. Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Интернет-трафик любого первого числа в полночь. Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Полдень. Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Телефоны, кошельки. Все тени исчезают в полдень, а что исчезает в полночь? Днем у меня даже теня не видно. Давайте, следующая команда. Ага. Я даже не знаю, вы меня подкупаете или… Недавно Азадбек Назарбеков стал руководителем нескольких каналов. Что, по-вашему, изменится? Будет крутится только джиги-джиги, джиги-джиги. Ну, давай, Саша. Недавно Азадбек Назарбеков стал руководителем нескольких каналов. Что, по-вашему, изменится? Теперь выпуски новостей будут начинаться с… Раз, два, три, четыре. Так, ну, последняя версия, да? Недавно Азадбек Назарбеков стал руководителем нескольких каналов. Итак, что изменится по-вашему? Теперь телеканал «Юшлаер» будет выходить 26, 27, 28, 29, 30 июня во дворце Туркестон. Почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? Итак, почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? Ну, это в российской версии мультика, а вот в индийской только корова и говорит. Так, ну… Почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? Может быть, ее зовут Муму? Так, давай. Почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? То есть то, что кошка с собакой разговаривает с людьми никого не смущает, то, что корова молчит, вас смущает, да? Заметили, да, как по-армянски прозвучало? То же самое искал, просто другими словами, что в вопросе. Давайте, лайк. Почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? Потому что Матроскин ест колбасу из говядины. И лет's go. Почему в мультике «Простоквашина» корова не разговаривает? Может, он тоже не знает русский язык, как я? Что бы вы сказали в трех словах Ксении Собчак? Что бы вы сказали в трех словах Ксении Собчак? И тьфу на тебя! Ответ. Что бы вы сказали в трех словах Ксении Собчак? Я бы сказал, Ксения Бородина лучше. Что бы вы сказали в трех словах Ксении Собчак? Ну, у нас не в трех словах, но, пожалуйста, скажите, что у нас сборная по футболу плохо играет. Тогда все начнут доказывать обратное. Так, ну и вот последняя версия от команды Ковендор Ремикс. А что бы вы сказали в трех словах Ксении Собчак? Я помню чудное. Чудное. Все. Аплодисменты команде. Итак, оценки за разминку. Как часть триатлона? Жюри, долго поборовшись за справедливость, посовещавшись, просудила. Команда КВН Лайк 0,4. 0,4. Команда КВН Летс Гоу 0,3. Команда КВН Джин. Команда КВН Дори Микс. И команда КВН Битс по 0,2 балла. Ну что ж, переходим к биатлону. Ну, с биатлоном вообще все просто привычный для наш конкурс. Возможность блеснуть литературными шутками от каждой команды. Все просто. Начинаем с одной репризы. Команда КВН Лайк. Добрый вечер, еще раз. Челя была настолько сильной, что курица снесла сразу яичницу. Джин. Поезд, нагруженный помидорами, огурцами и луком, издает звук ачик-чу-чук. Ачик-чу-чук. Так, команда КВН Дори Микс. На фантазию. Если бы существовал человек-хамелеон, он бы работал гаишником. Так, Фарух, команда КВН Битс. В узбекских шашках пешка без связи не может стать дамкой. Так, Сейфуло, команда КВН Летс Гоу. Келинка, имеющий уже четыре кубика пресса, добивает остальные два Келлен Солома. Штрафной круг мы просим для команд Дори Микс и Летс Гоу. Дори Микс и Летс Гоу. Штрафной круг по одной шутке. Летс Гоу начинает. Флюорография от Айр Вэнс намного красивее Лизы Боярской. Так. Дори Микс. Мало кто знает, но в казахских шахматах побеждает тот, кто первый съел коня. Есть решение. Итак, 0,1 балла получает... Дори Микс и Летс Гоу покидает команда Летс Гоу. Спасибо. Команда КВН Летс Гоу с 0,1 балла. Идем дальше. Начинает Битс. Две шутки. Парень думал, что ловит покемона. Милиция думала, что ловит парня. И только аптекарь понимал, что тут происходит. Давай вторую. В Узбекистане за спиной любого великого мужчины стоит его дядя. Или брат. Или еще какой-нибудь простой. Дори Микс. Таджикские пожарники специально не торопятся тушить здание, чтобы потом было что строить. Вторую. Очень жестокий, но при этом вежливый полицейский останавливает грабителей словами. Осторожно, пуля. Джин. Очень твердая скорлупа заставила цыпленка освоить каратэ. Давай вторую. У фанатичной невестки во время Килин-салон весь лоб в синяках. Лайк. Пафосная моль не ест одежду сурикзора. Давай вторую. Отец восьмерых дочек после их третьей свадьбы понял, что проще купить мебельный завод. Еще штрафный. Нет, есть. Все. 0,2 получает... Получает команда Дори Микс. Дори Микс с результатом 0,2. И начнет, наверное, лайк. Баран с накачанной шеей немного затормозил празднование Хаита. Давай вторую. Только Руслан Чигаев может попасть в автобус после 11 и выйти на свои остановки. Джин. Сын работника метро думает, что его нашли в сумке. На додумывание. Дальше. У целеустремленного бомжа вторая коробка дача. Битц. Бабочка-однодневка. Самый счастливый болельщик сборной Узбекистана по футболу. Увидела и все. Давай вторую. Однажды в Ташкенте луна светила так ярко, что ей поморгали два раза в ответ. Есть решение. Итак. Мы попросили бы штрафный округ для всех трех команд. Начинай биться. Одну шутку. Сдержки профессии. Сыну директора GM в парке приходится ждать год, чтобы покататься на автодроме. Джин. Глотатель шпаг с остеохондрозом глотает только сабли. Лайк. Хирург, который впервые провел успешную операцию, сделал пачин-пачин скальпелем и тут же ее запорол. Итак, 0,3 балла уносит с собой в копилочку... Команда КВН-Джин. Команда КВН-Джин. Ну что, три шутки перестрелка. Да, ну давай начнет Фаруха, команда КВН-Битс. Вокруг планерки цыган и люлишек сам по себе образовывается базар. Так. Лайк. Кенгуру в аэропорту оборачивает свою сумку целлофаном. Битс. Сильный ветер испортил митинг людей в париках. Лайк. На надгробной плите основателя Телеграм в года в жизни написано 1984, last seen recently. Битс. Гаишник с плохим зрением перепутал фэн жены с радаром и целый день дул горячим воздухом на машины. Так. И последняя шутка. Лайк. Компанию с Джем запустила новую акцию. Загляни под крысечку капота и попробуй завести машину. Мы разыгрываем 0,3 и 0,5. Можно дать по 0,4,2. Это вообще ваше право. Итак. Вы угадали наше желание. Обои команды получают по 0,4 балла. 0,4 балла. Команда КВН. Битс. Я уверен, что наша уважаемая счетная комиссия готова. Поэтому давайте сразу оценки. Жюри будет занимать свои места. Команда будет готовиться к следующему конкурсу. Команда КВН Let's Go и команда КВН Dorremix 0,4 балла. Это за триатлон целиком. Да. Команда КВН Let's Go и 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 команда Лайк 0,8 балла. По итогам двух конкурсов. Команда КВН Dorremix 4,4 балла. 4,4 балла. команда квн джинс 4,5 балла так команда квн битс 4,6 балла так команда квн летс гол 5,2 балла 2 и команда квн лайк 5,6 балла 5,6 балла музыкальное домашнее задание и первыми свой вариант мдз представит команда квн битс а битс на сцене ну собственно к номерам друзья в последнее время стало очень модно открывать различные школы танцев но к сожалению от школы у них одно только название и так мы хотим показать вам реальную школу танцев и так представьте 10 чача так опоздавший еще раз ты придешь в класс без чешек какая разница что чешки что эти носки что ты сейчас сказал что ты сейчас сказал ну-ка встать на место так дети на дом я задавал выучить танец тверк кто-нибудь готов? я готов кто-нибудь готов? Роман Русланович я готов умеет ну давайте так не глядя ставлю 3 Роман Русланович ну я же готовился ну хорошо ладно ставлю 4 все на этом разговор закончу я уже встаю так все ладно 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 ставлю 5 но 5 ставлю не я а мое желание сохранить мне зрение Роман Русланович мне нужно 2 гибких парня так после обеда подойдите после обеда спасибо ох уж этот физрук алё да алё да я же сказал после обеда подходите после обеда этот физрук неугомонный просто так сейчас будем репетировать танец к выпускному фонат хarle время тверка нет 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 не а ишь следующий номер я потому что мы так репетировали так представьте рэперы сначала записывают трек а потом думают где это звукозаписывающий студии Яу-яу-яу, это наш новый трек, здесь на треке МС-пропеллер И мега-супер-пупер-рэп-гиллер, вы готовы? Наш рэп-рэп, ваш рэп не рэп Таксон! Ты зачем этот трек залил в сеть? А чё он клюл там? Ризмы Ну давай послушаем Моя любимая, что со мной в счастье и в горе В чернежных синих глазах я тону, словно в море У меня кари глаза, они синие, ты вообще меня не замечаешь Да ты докопалась до мелочей До мелочей? Серьезно? Я определился, точно ты лучшая в мире Даже на плече бы татуировал твое имя Ира Я томила, томила я Я знаю, что ты томила, на плече только Ира помещалась Чё она у тебя такая дерзкая? Так, ты вообще заткнись, разговаривающая между метиями Я вспомнила твои все треки, где ты говорил Ну-ка Ага А, е, мг, мг, ага Ку-ку-ку-ку-ку-ку Е, а, е, я тут Эмси пропеллер Да не на Ладно, всё Давай, ладно, я хотел сделать твой сюрприз Но ты знаешь, что делать Забавно, но твои глаза, как и прежде, цепляют Кажут частички тебя, будто приколом цепями Тебя нет, но я всё чувствую, твое тепло Надеюсь, тебя тронет хотя бы пару строк Блин, какая классная песня оказывается Я думаю, Андрюха так же отреагирует В смысле, Андрюха? Я, короче, ему на день рождения по приколу записать хочу Клюш, да? Да ты прикол! Да, клюш! От создателей фильма Ну, от кого же ещё? Сценарий сценариста Дикий, дикий восток Где-то в салоне вели-мели-таублеры Ох уж эти икони опять подорожали на 30% Обожаю пинать воображаемые двери Эй, бармен, ты не видел, куда делась моя? Шахло Такая невысокая? Нет Кареглаза? Нет Пухлая? Нет Да, видел Она шерифом Ничего себе Эй, ковбой Не хочешь угостить даму шурпой? Битта шурвальтемос Вам всю зьмой Так, все деньги в мешок! Быстро, быстро, быстро! И кто двинется, убью! Убью! Ох уж эти инкассаторы Реально задолбали Эй, ковбой Эй, шериф, где мое шахло? Шахло теперь со мной Ты увел у меня шахло Я объявляю тебе дуэль Один на один О боже, это дуэль один на один? Я такого на Востоке сто лет не видела А можно потише? У нас тут дуэль вообще-то Короче, тебе конец Придурки, вы хотя бы знаете, в кого вы могли попасть? А я не... Джо, Джо, ты умираешь, Джо! Но мне не страшно Ведь перед смертью Последнее, что я увижу, это Ольга Саипова Дмитрий Артыков Конечно же, наш старейший член жюри Фуркат Махмуд Хачаев И остальные Я отомщу за тебя Ты чё, дебил? Друзья, что вы бы хотели сказать этим номером? Иногда в жизни бывает всё плохо Но никогда не забывайте, что всегда можно пафосно уйти в закат Если чё, там закат Команда QNB, спасибо Ваши аплодисменты, команда QNB Пока готовится следующая команда Я с удовольствием скажу слова благодарности Всем организациям за оказанное содействие в подготовке и проведении игр Ну, во-первых, огромное спасибо Главному управлению внутренних дел города Ташкент Ну и отдельно от имени всего QNB хочется выразить признательность Коллективу Дворца кино имени Алишера Новои За помощь, поддержку, движению QNB нашей страны Итак, продолжает конкурс «Музыкальное домашнее задание» Команда QN Dora Mix А команда QN Dora Mix показывает вам музыкально-юмористическую постановку Шрек В тридевятом царстве, в тридесятом государстве В триодиннадцатом городе, в тридвенадцатом районе Короче, далеко жил на свете Шрек Не похожий на тебя, не похожий на меня Я чё-то не понял, а чё это я Шрека играю, а? Ну, потому что ты как он, большой, сильный И красивый? Ну да, такой же красивый, как и Шрека Ну тогда ладно, сыграем Так, давай ты возмущаться тут не будешь Я вам принцессу Фиону играю, ничего же Ну, это потому что ты такой же... Ну, хотя, чё я отмазываюсь? Тебя-то я не боюсь Играй Фиону Я думал, Фиону будет Александра играть Ага, щас Фиона ночью превращается в чудовище Я таких персонажей не играю И чё, ты осёл? А-а-а-а, ослик Господа, осёл, злая фея Сань, а почему ты не в платье? То есть, по-твоему, нормальный, адекватный парень Старше 20 лет С высшим образованием Кореец Оденет платье? То есть, вот что, платье можно было не надевать, да? Так, Серый, я тебе повторяю Тебя-то я не боюсь Так что, играй давай, а? Ребят, давайте по сценарию вообще, а? В этот прекрасный светлый день На цветочном поле Крёстная фея готовила свой коварный план Так, так, так Для моего сына, принца великолепного Нужна невеста Богатая и глупая Где же её взять-то? Цветочки Цветочки Фиона Богатая и глупая Идеальный вариант Правда, она замужем за Шреком Хотя, когда меня это останавливало Цветочки 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 Так, во-первых Вышло с макового поля Во-вторых О, мне и вправду стало лучше Это что, волшебство? Глупая Это минералочка И в-третьих Вы только посмотрите на эти формы Какие ручища Какие ножища Какие глазёнки Ну, тут совпало, да Прям вылитая я в молодости Это что получается? Я буду такая же красивая? Ну да Видимо, тебя нужно заколдовать на любовь к прекрасному Ух, какая ты страшная оказывается Обидно Ну ладно, видимо, сработало Сейчас проверим Принц великолепный Шрек Малибу-2 Нексия-3 Ольга Саипова Фуркат Махмудхаджаев Дмитрий Артыков Всё, ладно, всё-всё, хватит Давай уже по тексту Фионочка Ступай к принцу Я поигу Но не забудь Я заколдовала тебя на любовь к прекрасному Поэтому не смотри в зеркало Я запомню, фея Я запомню А в это время Наши герои Продолжали свой путь Шрек Скоро сюда понаедут все волшебные существа Со всех лесов, гор и равнин Ничего страшного Все равно не смогут прописку получить Сейчас получат Ты чё грустишь? Неужто из-за прописки? Да нет, из-за другого Такой, как она Не водят кино Не подарят цветов Не оденут кольцо Ей хотелось бы взять И себя поменять Но все могут одно Только ей сказать Это не женщина Это осёл Не грусти, осёл Кстати, Фиона ушла от тебя к принцу Пускай катится А по закону ей принадлежит пол своей хижины Это чё получается, если я лягу Не смогу вытянуть ноги? Да Спасать Фиону, вперёд! Им предстоял долгий и нелёгкий путь Через тёмный лес Безграничную пустыню Непреодолимые болота О, смотри, метро строят Когда-то был обычным И бедным я котом Теперь же я богатый И знаю я приём Ас-салам алейкум Без кельвик Прошу прощения Кот, почему ты без сапог? Сапоги в челю... Ты чё, осёл? А-а-а-а-а! Не осёл, а ослик Кот, идём с нами спасать Фиону! Это будет вам дорого стоить! Ага! А давай я тебе дам пол твоей хижины, а? Шрек, ты точно уверен, что я здесь осёл? А-а-а, ослик Я согласен! Вперёд за Фионой! Сынок, я нашёл тебе невесту А ну-ка покажи Вот Какая красивая, давай доставляй Фиона, заходи Та-дам! Это ещё что такое? Почему размеры не совпадают с картинкой? Ты её что, на Алиэкспресс заказала? Ну понимаешь, тут ещё такое дело В общем, после заката солнца она превращается в ужасное чудовище А сейчас она прям молодая и красивая, да, я смотрю? Прям вообще Фиона, мы пришли за тобой, любимая! Йес! Хотя стой, я её не отдам Мы её вам не отдадим, понятно? Поэтому в бой! Так вот Что хотелось бы сказать В нашем музыкальном задании Что ради любви Никогда не нужно сдаваться Ага, и такой махач прекратили Из-за этих слюня у слова, да? Мы все герои Ведь жизнь — это как театр И играем в нём мы Быть должны веселы Мы должны быть умны Да и собою быть мы должны Не жди героя А просто так в ваш жизни Стань героем сам Так и сделали мы Чувствами мы полны И с ними дальше полуфинал Полуфинал Команда Календор Микс Спасибо! I'm holding up for a hero To the end of the night Эти доры ми Которыми я живу Меня меняет изнутри Надеюсь, что лучше Пока ты спишь и видишь Ваши аплодисменты Музыкальное домашнее задание Команды КВН Доры Микс С удовольствием ещё раз Партнёров и спонсоров Огромное спасибо Генеральному спонсору Игр КВН Торговой марки Киткат Есть перерыв Есть Киткат Официальный партнёр КВН В республике Узбекистан Компания Мурат Билдингс Мурат Билдингс Мы строим счастье Официальный партнёр КВН И спонсор главного приза А это 10 билетов Сочи Торговая марка RedTag Наш новый технический партнёр Производитель бытовой техники Артель Мы хотим поблагодарить Своего ивент-партнёра Медиахолдинг Unique Present Unique Present Можем всё Партнёр КВН Лизинговая компания All Leasing All Leasing Растём вместе Партнёр клуба весёлых и находчивых Торговая марка Long Chips Long Chips Возможно, самые длинные чипсы в мире Официальный интернет-провайдер КВН Salom Telecom Salom Telecom Заботливый интернет-провайдер Вкусный партнёр КВН Торговая марка Street 77 Street 77 Круто, вкусно, свежо Наш технический партнёр Компания LED Design Group Ну и так же, как и всегда Спасибо Спасибо телеканалу ZOR TV Музыкальное домашнее задание На сцене Команда КВН Like Добрый вечер ещё раз Команда КВН Музыкальное домашнее задание Весь прошлый сезон И на прошлой игре Мы вам рассказывали О какой-либо Историю любви И все они заканчивались Хорошо Но у каждой истории Есть несколько вариантов развития Поэтому они не обязательно Должны заканчиваться Хотя, знаете что? Давайте лучше всё посмотрим Итак, история любви Акт первый в парке На пятнадцать минут уже опаздывает Где его черти носят вообще? Угадай кто? А-а-а, глаза! Прости, забыл с руки дюэль смыть Селя, прости, пожалуйста Всё нормально Я просто перестала видеть синий цвет Слушай, я не просто так тебя позвал Мы общаемся уже семь лет И сегодня я наконец-то решился тебе сказать Варёная кукуруза, варёная кукуруза О, эй, урус Хочешь кукуруз? Вот вроде бы обидно должно быть Но это как у ниггеров Только русский может сказать русскому урус И не обидеть Кукуруз Варёная кукуруза, варёная кукуруза Селя, смотри, у нас с тобой очень много общего Мы любим одно и то же Мы родственные души Давай вместе Давай Я люблю тебя Ты мой лучший друг Фотография, фотография О, давайте я вас фотографирую Только вас одну Он же явно ваш друг Ха-ха-ха-ха Мужчина, давайте я вам погадаю Ммм, вижу одну длинную линию дружбы Внимание, внимание, во френд-зоне занято новое место Да вы чё там сговорились? Макс, Макс, всё нормально? Прости, задумался То есть всё это время я был для тебя Другом и останешься им навечно Вечно 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 лучший друг Печальна твоя роль Лохов ты, граф и лузеров король Ты запасной Второй мой парашют Но к другой тебя я в жизнь не допущу Хоть не люблю, но всё ж не допущу Я папа-друг И я вот так могу Знаю, что влюблён Но вид не подаю Признания все Я в шутку превращу Я не глупа Но дурочку Включу Я, баба, я смогу Совершенен Да, мужчина, ты мечты И нужен мне Такой же, как и ты Но не ты Не ты Не ты 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 мой друг Максим, я к парню Ну а что? Я тогда в бар напьюсь В это время в стим грилл Лаунч Чилл аут Барбекю Супер фэшн О май гад Анбеливабл Оу, it's amazing Барбекю Бар Таум ляра Макс, привет Чё пришёл? Чё без настроения? Сильвану помните? Да Мы, оказывается, просто друзья Знаете чё, я сдаваться не собираюсь Вы лучше посоветуйте мне Что сделать, чтобы её добиться Братан, это всё легко У меня есть рабочая схема В общем, из лепестков роз Выкладывающей дорогу до подъезда Это ж банально Она живёт на Чиланзаре И она будет рада любой дороге, братан Понятно А нет, вот есть ещё крутая идея Ещё одна вот Вот прям здесь, прям на сердце Выбиваешь фразу Сильвана плюс Макс Равно любовь А зачем? Ну, учитывая, как быстро ты полнеешь С каждым годом твоя любовь будет всё больше и больше Нет, нет, нет Вот идея просто бомбял На шикарном лимузине Катаешь её по всему городу Уводишь её в дорогущий ресторан И прям в центре города пускаешь залп из Сколько вы с ней знакомы? Семь лет Из семи салютов Пау, 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 пау И пау Ну, один не сработал И она твоя Вау Слушай, братан, одна проблема У меня денег нет Да, братан, я тебе займусь Теперь моя бабуля получает пенсию наличными Эй, братан, чо ты паришьсяdo? Сделай как все От просватов, а не поломает лепешку и всё решено Он же русский Пусть буханку поломает Да не пойдёт, ну Слушайте, я знаете, чё подумал? А ну, мне вообще надо Вот я реально, я и без неё нормально проживу это че сейчас было походу последний рюмка лишней было вообще сели что случилось он не изменил как так как он посмел ну я ему сейчас устрою макс ты че решил на разборки пойти конечно слушай чтобы участвовать разборках ты должен знать ташкентский язык может быть узбекский нет узбекский он красивый и мелодичный ташкентский он лаконичный и простой и у каждого слова есть разные значения может ну потому что сложно про мнение несложно я сейчас объясню если отвали сказать не можешь о если долг ты отдавать не хочешь о сорвался сгуб и покатился камнем вниз и ты мир ищел любой родительский каприз кажется я начинаю понимать фой знак восхищения женским полом фой когда так сильно удивлен ты фой на драке это самый популярный звук его услышишь чаще чем удары рук давай теперь закрепим брат брат когда забыл ты имя чьё-то брат любой человек мужского пола брат и на базаре закупаясь ты поймешь что среди братьев в этом городе живешь ах как прекрасен ты ташкентский наш язык ты мелодичен ты волшебен и велик и средь красы узбекских слов всегда я рад что есть понятные и родные хоп фой и брать слушайте ну ташкентский язык я знаю я теперь ему устрою сарик потренируешь все алло и чё ты хочешь и я тебя прощаю а в смысле ну он же тебе изменил ты ничего не понимаешь я же люблю его я простила его я тебя реально не понимаю да я вообще в принципе вас женщины не понимаю да как вас понять если когда вы спрашиваете как тебе моя подруга я отвечаю она не очень то ответ получаю она вообще-то моя подруга а если на тот же вопрос ты отвечаешь она симпатичная то вы говорите ну тогда и живи с ней козёл как нам отвечать твоя подруга максимально нейтральна а да вы обижаетесь за то что на нашем телефоне нет вашего отпечатка пальцев точно это при том что я купил его 15 минут назад вот именно вы обижаетесь за то что мы вас не ревнуем и тут же обижаетесь когда мы куда-то вас не пускаем ночью а отмазка то какая ну я же с подругами я же забыл что именно отмазка ну я же с подругами заставлять всех мужчин и потенциальных насильников ташкента свалить в астрал да девушки ну поймите ну не можем мы вас ревновать когда вам этого хочется и доверять тогда когда вам это удобно ну не умеем мы так слышь шпана вы чё в два часа ночи под окнами орёте простите мы думали это смешно с вами была самая озорная команда квн лайк и с френдзоны с любовью спасибо ваше аплодисменты музыкальное домашнее задание команды квн лайк продолжит гнуть свою линию в юморе команда квн джин а армян армян с новым годом ну здравствуйте детки здравствуйте дедушка мороз а ты чего так рада так вы с такими шутками до финала то не дойдете нет да нет да у вас настолько интеллектом мало что я хоть сейчас вас готов отправить на какую нибудь интеллектуальную игру дорогие друзья на телевидении очень много интеллектуальных игр но так как наша команда особо интеллектом не блещет наша версия интеллектуальной игры дорогие друзья и у нас финал конкурса мозг кроманьонца и в финал выходят Александр и Карлен именно эти люди считают что стакан наполовину пуст и наполовину бокал и что ж у нас сразу же первый раунд закончите пословицу яблоко от яблони зеленок от коровы верно паршивая овца увела у матери отца не рой яму а рой что упало то то фотографируем выкладываем на olx.us кому-нибудь это точно пригодится верно копейка рубль тын сумм верно все 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 хватит ну а следующая рубрика для Карлена вопрос из пакета чебурек правильно чебурек а Александру достается рубрика в мире животных александр порадуйтесь приходу гостей хороший мальчик стоит пояснить просто александр был воспитан собаками ну что ж и по итогам раунда побеждает алекса алекса побеждает карли а а дорогие друзья как часто нам хочется крепко выругаться ну что ж мы подобрали цикл событий в которых побывал каждый человек ну конечно же ругаться со сцены мы не будем мы будем заменять руголь словами ла-ла-ла-ла-лай ла-ла-ла-лай ла-ла-ла-лай ну что ж слушаем хорошо сидели мы на скамейке с Машею только не заметили надпись что окрашена ла-ла-ла-лай ла-ла-лай ла-ла-ла-лай в орде текст огромный печатал потрудился но выключили свет а я не сохранился ла-ла-ла-лай ла-ла-лай ла-ла-лай ла-ла-ла-лай ла-ла-лай вам один секрет мы так поведать рады вот что происходит на концертах Ленинграда ла-ла-ла-лай ла-ла-лай ла-ла-лай ла-лаа-лай ла-лай ла-ла-лай Друзья а сейчас некоторые фразы после которых тоже невозможно молчать ла-ла-лай Я тебя здесь оставлю, а то мне налево поворачивать. Окей, а добавьте тысячу, не говорили же, что во дворы заезжать нужно будет. А у нас терминал сегодня не работает. Алло, ким Бу? Дорогой, ну объясни водителю, как до тебя доехать? Ой, извините, у вас просто вены такие тонкие. Я извиняюсь, вы могли бы сейчас за счет расплатиться, просто у нас касса закрывается. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай Люди жалуются. Вы знаете, что вы устроили на утреннем плове, что вы должны были делать? Помогать людям? А вы что делали? Где щит ваш? Там Лиганов было мало. Лиганов ему... Флэш, идите сюда. Я извиняюсь, вы могли бы как-то помедленнее людей спасать, что ли? Почему? Понимаете, у вас есть огнеупорный костюм. А вот у людей нет огнеупорного костюма. И вообще, у меня к вам личный вопрос. Это вы на Сергея Лягдама помогаете возводить? Нет. Тогда как? За два месяца семь этажей возводят, а? К вам-то еще особо нет претензий. У меня к претензии самому главному. Супермен, у меня к вам вопрос. Вот это вот что такое? Я мир спасал. От чего? От чебуреков. От чебуреков он мир спасал. Вы не Супермен. Вы Супер Шоурмен. Супер Лавашмен. Кто угодно, только не Супермен. Вы понимаете, вы ведь теперь даже взлететь не сможете, Супермен. Что вы вчера ночью устроили? Ну, сбил пару рекламных растяжек. Растяжек рекламных. Вот растяжки, вот растяжки. Парадокс. Растяжки сбивают растяжки. Вообще, вы понимаете, вам теперь криптонит не страшен. Вам страшна отбышка. Сердечно-сосудистая дистония. И целый ряд других заболеваний. Кто, по-вашему, теперь будет людей спасать? Ну, может быть, это прозвучит очень бредово. Но пусть этим займется милиция. С вами была команда КВН-Джин. Спасибо. Ваши аплодисменты. Команда КВН-Джин. Последнее музыкальное задание на сегодня. Команда КВН. Let's go. Музыкальное домашнее задание. Мы вам хотим показать love story заравшанская. Итак, друзья, 300 спартанцев по-заравшански. 300 заравшанцев. Смотрим. Вот и я. Влюбился, ребята? Тогда будет свадьба. Да. Вот поэтому надо поехать в агентство Таныш Блэш. И надо все организовать. Зачем тебе? Мы сами все организуем. И у нас есть самое главное конферансье. Ага, конферансье. Это который вот этот. Кто они такие? Это как... Мияги эндшпили... 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 Эндшпи... Э, короче, тамада. Да. Музыка нужна, музыка. Ладно, музыка нужна. Для этого нам состав нужен? Состав есть. Ты знаешь, у нас клевые ребята есть. Вия, Пенка, Кукчая. Смотри, как они их поют вообще. Е, ага. Воу, е. Зеленый чай. Без часов. Чай с лимоном. У нас нет. Мы поем. Ни о чем. Шар-мандат. Рука лицом. У нас клиент. Ассалон. У них, кстати, с национального что-нибудь тоже есть? Есть национальное, оцени. Ребята, давай. Слышь, ты че такая узбекская, а? О, о, молодцы, молодцы, да, да, молодцы. Вот знаешь, их берем. Вот после свадьбы на столе еда остается. Ну? Надо их как-то незаметно забрать. Я знал, что ты это скажешь. Из-за этого подготовил специальных людей, официантов. Смотри, как они это делают незаметно. Хлаза, они как будто пловили. Вот. Все, ребята. Тогда я пошел в ресторан заказывать. Эй, стой. А кто Келинка? Твоя сестра. Эй, я против? Тогда будем биться. Да. За брата. За дружбу. За любовь. За родителей. Хватит бухать. А чему ты так торопишься жениться? Знаешь, я ей обещал после свайта купить машину. И чё? Машины дорожают, надо торопиться. А, она поступила на контракт. Я заплачу. Сто миллионов? Я продам почку. Не нужен нам нездоровый жених. Я не свою продам. Эй, слон. Ты чё орешь так? На весь двор. Тебе еще микрофон даст. А, вот, да. Ты же встретился с Ленкой. Мы с ней расстались. Да. Э, стойте. Я ключи потерял. Ищите. Эта фара, я люблю ее. Я всегда ношу с собой ее фотографию. О, мы чё, за нее деремся, что ли? Эй! Заровшанская милиция, чё деремся? А мы не деремся? У нас скоро свадьба, мы репетируем. Нарисую мелом, напишу. I love you. Два сценария одной судьбы. Она не любит тебя. Любит. Не любит. Любит. Не любит. Любит. Эй, брат. Тут любит, выходит. Эй, ты чё прикалываешься, а? Стойте. Пускай она сама скажет. Да. Любимая, выходи за меня. Чё молчишь? Она у меня скромная. Ну, выходи. Она согласна, если выполнишь все ее желания. Какие еще желания? Я же сказал, брат, она красивая и симпатичная, скромная, современная хилинка. Слушай. Левстори мы отснимем в Милане или в Римэн. Чтоб шоппинг мне и маме, потом вступлю я в брак. Подаришь мне коптиву и полный фун в квартире. Будь спокоен, милый, я супер-келин-чай. На лабутенах я вам сделаю келин-солом. На лабутенах я потмету с утра весь дом. На лабутенах я сделаю келин-солом. Я подмету с утра виздо! Виздо! Я заплачу за всех! Да! Во всех кинотеатрах 300 без паспортанцев! С любовью и за Рошана! Команда КВН Let's Go! Утиля Чой! Ваши аплодисменты! Команда КВН Новоийского горно-металлургического комбината Центрального рудоуправления и Дома культуры Золотая долина. Команда КВН Let's Go! Ну что, почти все. А я хочу пригласить на эту сцену все команды, которые играли сегодня. Наверное, уважаемые жюри, обращусь к вам. Несколько слов, несколько впечатлений. Итак, Азиз Ясуфов. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые команды. Огромное спасибо за прекрасную игру, за очень короткий период. Я считаю, что команды достаточно неплохо подготовились. Меня сегодня поразило, и я в очередной раз убедился, что этот сезон какой-то особенный. У нас прям явно рекордное количество прекрасных актеров. Я думаю, будет очень тяжело выбирать обладателя Золотого болта за лучшего актера. И, может быть, я покажусь немного занудным, но скажу так. Вот эти команды за всего лишь месяц, может быть, даже меньше период подготовили вот эту игру. В первую очередь эта игра готовится для вас, дорогих зрителей. Поэтому, еще раз повторюсь, входите на КВН, смотрите его на Зор ТВ. Я уверен, команды будут готовиться еще лучше и выступать еще лучше. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Артыков. Здравствуйте. Let's go. И, like, вы, конечно, молодцы. Вы, можно сказать, тащили эту игру. Остальным командам я желаю, даже не желаю, я вас призываю готовиться лучше, играть лучше, потому что вас ждут полуфиналы, возможно, финалы. Давайте прибавим, давайте добавим газу, давайте будем веселее и задорнее. Алисир Халдаров. Добрый вечер. Ну, я немного разбавлю в позитивную сторону слова моего коллеги. Ребята, был действительно у вас короткий срок для подготовки, поэтому огромное вам спасибо. Отдельное спасибо нашим друзьям Лар, которые приехали из региона, и им было немножко сложнее. И хотел немного выделить лайк, спасибо за ваш ташкентский язык, который сегодня вы. И они действительно подчеркивают, как лайк и let's go, что МДЗ должен быть немного все-таки музыкальным домашним заданием. Спасибо вам, ребята, большое. Ждем дальнейших игр. Спасибо. Фуркат Махмуд Хаджаев. Добрый вечер. Продолжу тему моих коллег. Действительно, Игорь Александрович, на моей памяти, наверное, это первая игра, когда промежуток между играми, турами буквально в месяц. Ну, по крайней мере, не могу вспомнить в ближайшее время. И огромное спасибо, что, ребята, вы подготовились. Были очень интересные находки. Допустим, у команды Beats очень интересный номер с Диким Востоком. Спасибо команде Dora Mix за вашу находчивость. Джин, за ваш своеобразный юмор. Мы уже начинаем привыкать, понимать. Команда Let's Go, несмотря на наличие потрясающего актера, сегодня вы играли всей командой. Ну, и огромное спасибо уже от обратного команде Like. Несмотря на то, что у вас замечательная команда, сегодня вы дали раскрыться Селиване. Ну, по-моему, субъективным мнением она была сегодня лучшая. Спасибо. Спасибо. Ольга Саипова. Добрый вечер, господа. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. Я коротко скажу спасибо каждой отдельной команде. Спасибо команде Beats, ребят, за то, что вы выстояли до конца в биатлоне, за ваши прекрасные танцы. И давно мы не видели настоящих копбоев на сцене, ребят. Спасибо большое. Спасибо хочу сказать команде Dora Mix за их неповторимый такой узнаваемый стиль, который делает вас совершенно запоминающейся командой. Ребят, чуть больше драйва, будет все просто прекрасно. Спасибо вам. Команде Like я хотела сказать спасибо не только за вокал, но и за поэзию. Ваша поэзия в сочетании с вашим вокалом рождает такие неповторимые музыкальные ваши просто фирменные номера. Спасибо большое за них. Отдельное. Команда Jeanne. Ребят, на сцене постоянно хороший темп, постоянно неожиданные какие-то эксперименты, постоянный позитив. Глядя на вас, просто невозможно не улыбаться. Спасибо. И команда KVN Let's Go. Ребят, спасибо большое за всегда великолепную подготовку к игре. Уважение к зрителям. Отдельное спасибо за то, что разбавили сегодня брутальность. КВН, конечно, это мужская игра. Но какой КВН, господа, без таких великолепных девушек, которые сегодня были на сцене. Спасибо большое. Спасибо. Анвар Юлдашев. Добрый вечер всем. Я думаю, что сегодня сказано уже очень много хороших слов. Я про каждую команду говорить не стану, потому что много сказано. Я бы хотел сказать два позитивных момента, которые, наверное, все заметили. Во-первых, позитивный момент, что у нас с каждым разом появляются все лучшие и лучшие голоса КВН. АПЛОДИСМЕНТЫ Работающие без фонограммы. АПЛОДИСМЕНТЫ И второе, мне кажется, очень позитивным является, и зрители, наверное, отмечат. У нас очень позитивный момент, когда в командах появляется все больше и больше игроков, которые с невозмутимым взглядом, не двинув ни одним нервом, могут положить зал. АПЛОДИСМЕНТЫ Это тоже очень позитивно. А в заключение я хотел сказать вам. Спасибо вам, что вы пришли на КВН. И мне кажется, что мы все уходим на КВНовский перерыв с очень хорошим, позитивным настроением. Хорошего лета вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, уважаемые члены жюри. Ну что ж, давайте перейдем к оценкам. Максимальный балл, мы решили сделать 5 баллов, и я уверен, что наше жюри готово. Первыми своё музыкальное домашнее задание показывала команда КВН БИЦ. 4, 5, 5, 4, 4, 4. МДЗ команда КВН ДОРЭМИКС. 4, 5, 5, 4, 4, 5. Команда КВН ЛАЙК. Музыкальное домашнее задание. Все судьи 5 баллов. Музыкальное домашнее задание команда КВН ДжИН. 4, 5, 5, 4, 4, 4. Ну и завершала, ставила точку. В музыкальном домашнем задании команда КВН ЛЭТС ГОУ. И здесь единогласно 5 баллов. Я напомню, что по нашим правилам в полуфинал сразу же проходят первые три места. Ну, команды занявшие первое, второе, соответственно третье место. Сейчас слово нашей уважаемой счетной комиссии. Итак, оценки за МДЗ. Оценки за музыкальное домашнее задание. Команда КВН БИТС и команда КВН ДжИН. 4,3 балла. Команда КВН ДОРЭМИКС. 4,5 балла. Команда КВН ЛАЙК и команда КВН ЛЭТС ГОУ. 5 баллов ровно. Итоги игры. Команда КВН ДжИН. 8,8 балла. Команда КВН БИТС и команда ДОРЭМИКС. 8,9 балла. Команда КВН ЛЭТС ГОУ. 10,2 балла. И команда КВН ЛАЙК 10,6 балла. Получается, что в следующий тур уже точно проходит 4 команды, занявшие, соответственно, 3 места. Я поздравляю, занявшие третье место сегодня команды БИТС и ДОРЭМИКС. Вы полуфиналисты. Поздравляю, если мне не изменяет память, с первым полуфиналом высшей лиги Республики Узбекистан. Замечательную команду, команду КВН ЛЭТС ГОУ. Ну и победители сегодняшней игры, команда КВН ЛАЙК. Добро пожаловать в полуфинал. Ну и самое главное, все по-настоящему решится в следующей игре, в следующей 1-4 финала. Именно там мы будем точно знать всех полуфиналистов. Мы не говорим до свидания, мы говорим так же, как и всегда. Мы начинаем КВН. Генеральный партнер игр КВН – торговая марка Киткат. Есть перерыв – есть Киткат. Официальный партнер игр КВН – девелоперская компания Мурат Билдингс. Мурат Билдингс. Мы строим счастье. Официальный партнер КВН и спонсор главного фриза – торговая марка RedTag. RedTag – всегда модно, всегда доступно. Только потрогаем. Продолжение следует...